Вы знаете, та тема, о которой уже заранее был разговор, она звучала таким образом – законы духовной жизни. Я думаю, что, может быть, действительно стоит нам всё-таки поговорить о некоторых действительно существующих именно законах духовной жизни. Вы знаете, в нашем или сознании, или подсознании, но преобладает такое чувство, что духовная жизнь – это, знаете, что-то такое. Вот чувство, какое-то влечение, что-то неопределённое, что-то неясное, стихийное даже почти. Глубоко неверно! Существует точно так же очень твёрдые законы духовной жизни человека, как и другие законы, которые наблюдаем мы. Какие? Законов, конечно, немало в нашей человеческой жизни, но две категории из них являются основными. Первые, которые нам очень хорошо известны, с которыми мы сталкиваемся постоянно – это юридические законы, то есть те, которые носят характер каких-то, я бы сказал, определений высшей государственной власти, и они носят характер именно юридический. Что из этого следует? Очень важно! Какая суть? Юридические законы чем характеризуются? Это внешние законы по отношению к нам. И если я умён или хитёр, или мне, в конце концов, везёт, я могу, даже нарушив их, избежать. И всё! Слава тебе, Господи! Украл на 100 рублей маленькую свечку поставил, на миллион рублей – толстую свечку, пудовую. Слава тебе, Господи! Главное – не поймали! Такова суть юридических законов. То есть санкции, как таковые, следуют по отношению к человеку откуда? Вот оттуда! Извне! Эти законы вполне понятны. Но вот есть и другая категория законов, которая нисколько не менее важна, которые даже мы изучаем отчасти и в школе, когда учимся. Это законы природы. Мы как-то к ним относимся так, достаточно спокойно. Ну, нас никто не будет ругать, никто наказывать, никто не будет наказывать. Ну, представляете, я прыгнул с 10 этажа. Ну, кто меня накажет? Кто меня накажет? Интересно. Вдруг я вместо чистой воды буду пить какую-нибудь грязь. Кто меня накажет? Да никто не наказывает меня, Иисусе. Законы природы – это совсем другое. Это те нормы, оказывается, существования нашего внешнего мира, а мы являемся частью этого мира, частью природы, нарушая которые, мы, оказывается, вредим сами себе. Сами себе никто! Говорят, не прыгай! Шире третий этаж! Поломай же себе руки, ноги! Не прыгай! Прыгнул! Прыгнул! Сломал действительно себе! Вот две категории законов, с которыми мы постоянно имеем дело, и знания которых, оказывается, для нас носит жизненно важный характер. Почему приходится об этом говорить? Когда мы говорим о законах природы, то, опять-таки, подразумеваем, что? Физику, химию, астрономию, ну, биологию, конечно! И совсем забываем! И даже, скажу так, куда-то из сознания даже улетело, улетело в величайшей важности истина, в том, что, оказывается, существуют законы духовной жизни человека. Законы! Не просто какие-то там, знаете ли, указания, а нет, законы, нарушение которых столь же... Нет, не столь же, конечно! А гораздо более опасно, чем даже нарушение законов, как юридических, так и носящих природный характер. Вот это, если хотите, первая истина, первая истина, которая изо всей силы проповедует религия, в частности, я буду говорить от лица, естественно, православного христианства, изо всей силы повторяет и говорит, есть законы духовной жизни, учтите, как их надо знать! Правда же, очень важно? Ну, хорошо, это Ньютон отделался так очень легко, ему яблоко стукнуло по макушке, и ничего! Ну, смотри, видимо, яблоко было небольшое! Ну, и он, может быть, в шляпе был! А представьте, если так чем-нибудь упадёт кирпич там со стены! Закон тяготения, Боже мой, оказывается, носит смертельный характер для человека, который оказался в рамках его действия! Вот это мы ещё понимаем! А вот о законах духовной жизни никакого представления! Я вам скажу, и это, конечно, катастрофа для нашей жизни! Мы все ахаем и охаем постоянно! Боже мой, то у нас одно, то у нас другое, то такие скорби, то такие несчастья, то, в конце концов, болезни, обстоятельства, и чего только нет! И друг к другу сходимся, и нет конца разговора! Разговоров о том, как случилось, как это виноват, и то, другое, те, другие, третьи и так далее! И даже мысли приходят подумать, а в чём дело? Почему это происходит? Ведь мы же знаем, когда мы ломаем руку или ногу! По какой причине? Знаем! Знаем, почему экологический кризис? Знаем! А здесь почему? Такой мы не знаем! С чего это такое? У человека уныние страшные, тоска, депрессии! Сейчас вообще уже, говорят, статистика ужасные вещи преподносит, что скоро или уже наступает эпоха, когда болезни именно психического и нервно-психического характера выйдут на первое место! Не сердечные, как это было, или сердечно-сосудистые, а вот уже какие! Психические! Сколько людей страдают от депрессии! Боже мой! Причём в мире это катастрофически увеличивается! Какая-то одна статистика, я как-то прочитал, говорит, за последние 40 лет в 10 раз увеличилось количество людей, имеющих те или иные отклонения именно психического характера! То есть не те или иные, а ощутимые! Не просто те или иные! Те или иные у всех у нас! Особенно друг у друга видим! Здесь и сомнений нет! А это ощутимые болезни! И вот, вы знаете, любопытно, что иногда мы наблюдаем какие-то явления, ахаем и охаем, от чего произошло это, от чего то, то есть от чего и ищем, какие факторы, причины. Какие ищем? Внешние! Если со мной случилось, я ищу так, кто виноват! Кто, но не я! Вы слышите? Я это замечал тысячу раз, не знаю, как у вас, но я всегда сразу ищу, кто виноват! Ну, кроме меня, естественно! И, ну, хорошо это, когда это во внешней жизни моей встречается! Иногда и в отношении внутреннего состояния тоже ищем, кто виноват, что у меня депрессия, некоторые изощряются до того, что находят вот колдун или колдунья. Ну, тут же всё ясно, конечно! И что тут нужно сделать? Вам тут скажут какой-нибудь мудрец, да, лжедуховный, скажет, что читать, какие молитвы, или какие действия, или какой, так сказать, водичкой, или каким маслицем помазать, и всё в порядке! И вы будете спокойны! Вы слышите, что сделать извне! Все причины носят внешний характер! Ну, правда же! Это так! Редко-редко вдруг встретишь мысль, когда вдруг человек, а не во мне ли причина? Я недавно прочитал у одного святого подвижника мысль, вообще, я вам скажу, удивительную, которая как-то меня особенно поразила. Он пишет, мы по так называемому смирению, на самом деле, по величайшему самооправданию, мыслим так. Ну, что мои грехи? Ну, какое имеет значение для всех людей? Ну, какое? Ну, ещё в семье, ещё, может быть, я могу задеть так своих членов семьи. А вообще? Ну, что я? Помните, как у Маяковского? Так как... А! Как у Маяковского? Голос единицы тоньше писка. Я и не слышу ничего. Так и здесь. Что мои грехи? Правда? Поэтому я могу спокойно относиться. Я не виноват ни в том, что там дальше вне, в нашем обществе, в нашем происходит. И он пишет такие строки, которые действительно я вам скажу, просто поражают. Он говорит, нередко, даже часто, грехи отдельного человека отдельного, что меня поразило, я хочу поделиться с вами, отдельного человека имеют роковые иногда последствия для всего общества. Причём не думайте, грехи – это ошибки, там, политическая акция не та, начать войну или не начать войны. провести такие-то экономические решения. Нет, нет, не об этом речь идёт! Это ошибки! Да, может быть, это тоже грехи? Нет, речь вот о другом! Речь идёт о личных грехах человека, о которых, может, никто и не знает. Никакого видимого влияния на жизнь не оказывают. Нет! Он согрешил против совести своей, слышите, против совести своей. Он согрешил так, что никто не знает или почти никто не знает. И вдруг грех этого человека единицы может иметь, он утверждает, и это справедливо, он утверждает, может иметь роковые последствия для всего общества. можно сказать, ну, как это такое? И как это может случиться? Объяснение этому можно дать и достаточно простое с христианской точки зрения. Вы знаете, один и тот же грех по имени, по названию может быть тем же по степени зла, которые осуществляются в этом грехе, разница может быть колоссальной. Вы, может быть, те, кто читал когда-то Евангелие, может быть, обращали внимание на удивительные слова Иисуса Христа. Всякий грех! И дальше говорить, даже грех на сына, хула на сына человеческого, то есть на него. Что такое хула на него? Знаете, что такое? Непризнание его! Какой это Христос? Какой это Бог? Кто это такой? И хула на сына человеческого проститься. Потому что хула может быть какого рода? Человек просто незнаком, невежда, воспитан в другой культуре, в другой религии. Ему сказали, что Иисус Христос – это бяка. И всё. И он хулит. А дальше поразительные слова. Ахула на Духа Святого не простится. Что это такое? Какой Дух Святой? Я понимаю, могу оскорбить человека, могу выступить против, не знаю, народа и Родины, я не знаю, что такое, сделать какие-то преступления. А это что такое? Дух! Где он? Вопрос очень важный. Если хотите, в данном случае о чём идёт речь? По объяснению наших авторитетнейших многих святых, в данном случае под Духом Святым разумеется, ничто иное, как сознательное противление тому, что я знаю, вижу и, если хотите, поэтому убеждён, является истиной. И вот потому-то, что это истина, я и противлюсь этому. Ну, пример. Тут нужно привести пример, чтобы это было понятно. Вы помните, помните, когда Синедрион Иудейский приговорил Иисуса Христа к смерти? К смерти! После того, как Он воскресил четверодневного Лазаря, то есть, когда стало совершенно очевидным, что это не какой-то просто святой или праведник. Даже если хотите, это даже не пророк, а это уже ясно, только Бог может такое сделать. Такого никогда в истории не было. Были воскрешения мёртвых? Были. Илья Пророк, например, но четверодневного, о котором родная сестра сказала, Господи, так он уже смердит! Ну, представляете, это жарище 40-50 градусов, четвёртый день, объяснений не требуется. Так Синедрион постановил убить Христа и Лазаря как свидетеля этого потрясающего чуда, прямо свидетельствующего о том, что это Мессия, вот тот долгожданный Мессия, который был обещан устами еврейских пророков, которого они ждали уже столетия многочисленные, а если хотите, тот Мессия, который был обещан изначало человеческому роду. И вдруг здесь, здесь убить их! вот это хороший пример, чтобы понять, что такое хула на Духа Святого. Дух Святой в Евангелии называется часто Духом Истины. Это сознательное противление Истине. К чему это говорю? По очень простой причине, чтобы объяснить, как это такое может грех даже одного лица самым серьёзным образом повлиять на состояние всего общества. Пусть там это была небольшая кучка этих судей, которые приговорили Христа к смерти. Это фактически единичные, их немного же было, приговорили. А последствия? А последствия какие были? Какие ужасные последствия, которые предсказал Христос? Вы знаете, что в 70-м году, когда они восстали, то римские армии, три армии сошлись, в кольцо взяли Иерусалим. И начались ужасы, о которых Христос и говорил. От начала мира не было такого. Ужасы! Любого, кто бежал и пытался бежать из этого города, распинали. Иерусалим оказался окружённым лесом крестов. Когда взяли, наконец, штурмом Иерусалим, то, представляете, какое было побоище! А в Иерусалиме что было? Голод страшный! Передают даже так, что иногда матери поедали своих детей. Вообще творились ужасы! Действительно, как Христос сказал, от начала мира не было такой скорби. А ведь фактически вот этим грехом против Духа Святого согрешила небольшая кучка людей. Это пример, пример, говорящий о чём? Что действительно существуют какие-то законы духовного порядка, не какие-то, а законы духовного порядка, которые имеют важнейшее значение в жизни как отдельного человека, так и общества, и всего мира даже. эти законы составляют, ну, по крайней мере, знания этих законов, составляют фактически существо знания духовной жизни. Они, если хотите, являются, может быть, главнейшими вопросами даже духовной жизни, ибо как можно жить... Представьте, все на другую планету другому попали и не знали бы, какие там законы, шагнул, думал, что здесь, здесь, так сказать, вот такое расстояние оказался на километре и попал в пропасть. Надо знать законы! Без знания законов жизнь просто буквально невозможна, как юридических, так и, и мы назовём природных законов. Так вот, первое утверждение христианства важнейшее. Существуют законы, законы незыблемые, непререкаемые, которые нельзя никак переступить. Напоминаю, юридические законы ещё можно обойти, и мы то и дело слышим по радио, там, слышим, да, как обходят или пытаются обойти юридические законы, как там убегают от суда, или как их ловят, судят и так далее. Но всё-таки многие убегают! Ловят-то там, наверное, не знаю, какой процент, хорошо бы узнать, узнать, где-то такое, сколько, какой процент попадается. Ну, можно сбежать, а от природных законов никуда не сбежишь, потому что мы сами это и есть природа, это часть. А суть этой нашей природы составляет именно дух человека, его духовная жизнь. и поэтому знание знания их, этих законов чрезвычайно важно. Какие же это законы? Интересно! Что это за законы? Соблюдать надо? Надо, если хочешь себе добра. Не хочешь? Ну, пожалуйста, прыгай с пятого этажа, пожалуйста, пей грязную воду, режь, кали себя, если хочешь, ходи по гвоздям, плевать мне на все законы, я и по гвоздям пройдусь. Правда? Что мне говорят, что нельзя ходить? И по раскалённой сяду на раскалённое железо. Правда? Едва ли такого мы найдём. У нас часто ведь кожа умнее головы. Голова наша может всё оправдать, а вот кожа никаких оправданий не признаёт. Представляете? Начинает так вопить, что человек подпрыгивает. Ах! Сел не туда! И всё ясно! Вопрос окончен. Так вот, законы духовной жизни. Я вам скажу, что их, как и в природном мире, немало. Вы посмотрите, то и дело, ну, конечно, может быть, не так уж скоро, как можно выразиться, но открывают эти законы, учёным присуждают Нобелевские премии, о них говорит весь мир. Боже мой! Да, открыл какой-то закон. А вы слышали, чтобы кто-нибудь открывал, сказали, вот закон духовной жизни открыл и ему Нобелевскую премию? Я не слыхал. Чего-то такого нет. Вы подумайте, это что ж такое? Интересно! Это значит, не признание? Значит, полное неведение? Странно! Так что, человек только скотинка, двуногая, и всё? Как сейчас мне пронесли книжку, я возмущён, да, вот тут окна, конечно, я чуть на стенку полез. Книжечка для детей. Называется «Права...» А вот дальше вы себе представить не можете, что написано. «Права детёнышей». Не детей. И вся книга непрерывно детёныши, детёныши, детёныши! Права детёныши! Почему бессовестный этот автор говорит, где детёныши у зверей, есть у птиц, да, есть у человека, и дальше всё непрерывно пишет «Права детёнышей». Это уже докатиться до предела. То есть, люди, вы понимаете, кто вы? И ваши дети поняли, кто? Поняли? Вот мы вам долбили, долбили вам, что человек произошёл от обезьяны. Вы никак понять не можете. Никак. Ну, вот вам теперь знаете, что ваши дети детёныши, а не дети. Такие же, как у поросят, у котят, у собак и у кого прочего. Какие оскорбительные вещи! И сдаются! Вот здесь уже говорить о каких-то духовных законах смешно. Какие законы духовные у собаки или у кошки, правда? У котят или щенят? Я почему делаю это отключение? Хочу отступление, да, хочу обратить внимание, непрерывно идёт непрерывно! Это же не десятилетие, а столетие идёт целенаправленная кампания какого рода убедить человека, что вы всё-таки скоты, а не люди! И поэтому первостепенная важность вашей жизни – это что такое? Что такое? Вот это материальная жизнь! Понятно или нет? Материальная и больше ничего! Ничего нет на свете больше! Никакого духа, никаких духовных ценностей! А если духовные – хорошо, примем! Это что такое? Это эстетическое развитие! Это интеллектуальное развитие! Это познавательный уровень человека! Это культура поведения! Это духовный! Вы слышите? Духовный! Если я учёный, значит, я духовный! Если я музыкант, значит, я духовный! Вы подумайте! Но не вздумайте при этом забраться в мою душу! Ибо если только вы мне, великому композитору, или учёному, или писателю, или поэту, забрались бы вдруг, или политику, вдруг бы забрались в мою душу, то вам бы никакая верьянка не помогла бы! Тут же бы в обморок упали! от той духовности, которая там у меня живёт! Только христианство не стесняется и говорит об этом! Духовность в чём заключается? В чём заключается? Когда мы говорим «духовность», то мы что подразумеваем? Что на плане вот заднем стоит? Бог есть дух и духовность – это степень уподобления вот тому Богу, о котором говорит христианство. Я это сделал отступление, чтобы теперь сказать, что же оно говорит. Потому что именно здесь мы находим самый первичный и самый фундаментальный закон жизни, если хотите, мира, ну, человечества, человека прежде всего. Приходится постоянно говорить о том, что только христианство открыло этот фундаментальный закон. Если бы тут были люди далёкие от христианства, они могли скептически улыбнуться, мол, каждый кулик своё лото хвалит. Извините, давайте только подумаем и посмотрим. И посмотрим, что это, что оно говорит. Вот постоянно приходится повторять. Вы знаете, что весь религиозный мир, весь, дохристианский, включая даже всю ветхозаветную религию, богооткровенную, богооткровенную, но которую, как апостол Павел писал, что это только тень грядущих благ, а не самый образ вещей. Только тень! Сравните тень с человеком. Ну, как разница есть? Наверное! Наверное! Так и Ветхий Завет некая только тень грядущих благ. Так вот и здесь я хочу сказать, всё дорелигиозное, всё дохристианское сознание, то есть человеческое сознание, поскольку весь мир, об этом говорит историческая наука с полной определённостью. Весь мир был религиозным. Как уже верили? Вопрос другой. Но я вам скажу, это поразительное явление. Даже когда спор идёт о том... Ну, не спор, а исследования идут, когда же возник человек? Ну, когда он возник? Даже когда говорят вот так о неандертальцах, это примерно сто тысяч лет тому назад. И даже исследователи что при этом отмечают? У них уже был какой-то религиозный культ. Но они называют солярный, солярный значит, солнечный. Потому что находят такие культовые сооружения, сооружения, лучше сказать, которые совершенно очевидно носят культовый, то есть религиозный характер. Вы знаете, и до сих пор, даже в эпоху, когда атеизм вышел на арену истории, а это особенно проявилось во Франции в XVIII веке, и дальше бросились в поиске нерелигиозных народов и племён. Результат нулевой. Ни одного народа не нашли. Но что там сейчас? Ещё в дохристианскую даже эпоху. Первоначально христианские... Первые исследовательщики... Посмотрите, и Плутарх, например, Цицерон. Что они пишут? Вы не найдёте ни одного народа, пишут они, в котором бы не призывали имени богов. Найдёте города без стен, без укреплений, найдёте племена без монет, без денег. Так? Но ни одного народа не найдёте без призывания имени Бога. это же поразительное явление. Поэтому, когда я говорю, что в дохристианскую эпоху все народы все были религиозными, то, что можем отметить в связи с этим очень, я бы сказал, нелюбопытные, а чрезвычайные важности особенности. все религии и все народы понимали своих богов или бога в лучшем случае, я говорю, в лучшем случае, потому что в худшем и говорить нечего там, богов наделяли всякими страстями, я не знаю, чем только не наделяли, всем чем угодно, в лучшем случае слово бог ассоциировалось с понятием справедливости. Справедливости – высшая категория. Справедливость. А что такое справедливость на самом деле? ведь это понятие влечёт за собой нечто иное, как такое понимание в отношении к человеку, что божество с одной стороны одних наказывает, других награждает. Это с одной стороны. с другой стороны. И сам человек тоже. Он, следовательно, если он правильно следует богам, он благоденствует. Если он нарушает их волю, он страдает. И вдруг христианство то есть, что значит христианство, зачем употреблять это слово общее? Лучше надо сказать прямо. И вдруг, две тысячи лет тому назад пришёл, давайте пока будем говорить, человек, некий человек Иисус, родившийся в иудейской среде, который по самой культуре и воспитанию знал только иудейские законы, который не имел никакого образования окружающих народов. Я обращаю на это внимание. То есть, образование какого? Ну, взять тех же знаний древнегреческих и древнеримских философов. Нет, ничего не имел. Нигде это не прослеживается ни на одну йоту. Более того, о нём даже говорит, что он не книжный. Говорили так, откуда он знает Писание, если не учился? Даже иудейского не знал, то есть, Библии Ветхозаветной. И вдруг этот человек заявляет, что Бог есть любовь. Не справедливость, а любовь. Мы привыкли, к сожалению, к этому и даже часто не понимаем всего этого потрясающего смысла, который содержится в этом слове. Несправедливость Бог есть, не судья, который оценивает все поступки людей и соответственно действует в отношении их. Нет, нет, а любовь! Какая любовь? Об этом объясняется. Какая любовь? Это не безумная, как иногда, кого мы любим, там всё прощаем. Кого не любим, придираемся к каждой мелочи. Безумная. Нет! Нет! Не это неправедное, а праведное, то есть правильная любовь. Вы слышите, справедливость оказывается в какой категории? Подвластной. Подвластной чему? Вот этому первоначальному и высшему значению слова любовь. То есть, что значит? Желающий и делающий только, только благо для человека. Не наказание, как месть. Ты вот это сделал, так вот тебе. Нет! Не наказание! И если ты сделаешь что-то, кажется, правильное, это не награда, а это естественные свойства, оказывается, человеческой души, человеческой жизни. Оказывается, вот, оказывается, что такое высшее понятие, которое существует в христианстве и вообще выстроили, что такое любовь? Это, оказывается, высший закон бытия, высший закон всего существующего и человека прежде всего. Самый фундаментальный закон – это закон любви. Он просто есть! Бог есть! Он есть! Вы представляете, какие следствия из этого проистекают? По-моему, по-моему, совершенно очевидно. Самое простое, элементарное и понятное. Как закон тяготения мы не имеем права нарушать. Право! Какого права? Не право! А если хотим себе пользы, так и здесь тот, кто хочет быть счастливым, тот, кто хочет иметь вот счастье, повторяю ещё раз, иметь благо, если хотите для себя, тот должен изучать, что это такое за любовь, как это мне относиться с любовью ко всему и ко всем, чтобы, не дай Бог, не наступить на какой-нибудь ржавый гвоздь и не получить не только воспаление, а может, заражение крови и умереть. Вот основной закон бытия. Из него очень серьёзные следствия проистекают, которые важны в жизни каждого человека. Ну, вот я тут взял и хотел вам просто показать, как даже святые отцы говорят об этой справедливости и любви. Вот тот же, например, Исаак Сирин, один из самых выдающихся святых отцов, очень глубоких такой, вы знаете, это просто у него потрясающий философский склад ума, так он писал даже, он говорил, милосердие, то есть, любовь и правосудие в одной душе, то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Вот это да! Слушайте, а я думал, что справедливость – это очень хорошо. А, оказывается, любовь и справедливость в одной душе – это всё равно, что поклоняться в одном доме Богу и идолам, то есть, истине и лжи. И дальше он пишет – как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и любовь в одной душе. – вот это уровень. Оказывается, мы должны относиться не по принципу только справедливости, и тогда это будет сено и огонь, а по принципу любви. То есть, что значит, повторяю ещё раз, желание добра каждому человеку. Каждому человеку. Почему каждому? Христос даже говорит такие вещи, которые, ну, буквально просто кажутся неприемлемы на первый взгляд. Любите врагов ваших! Ну, это же уж слишком вообще! Как это любить врагов ваших? Что это такое? Во-первых, что такое любить? Во-вторых, как это можно? Что из этого следует? Очень интересная, я вам скажу, заповедь, которая часто просто как-то недопонимается. Что значит любить врагов? Во-первых, хочу объяснить, что само понятие любви у нас одно слово, к сожалению, русское, а на самом деле, вот там, когда, если бы мы могли читать, так сказать, подлинник Евангелия, это на греческом языке, то там в греческом языке очень много есть оттенков любви, и каждое слово выражает, каждый термин выражает ту или иную специфику любви. И вот самое главное из них, то, что надо обязательно знать всем и каждому, самое главное, когда Христос говорит любите врагов ваших, добро творить ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть, он употребляет греческое слово агапи, которое означает ничто иное, как просто, просто избегать делать зло кому-либо. Зло ради зла. Если хотите, желать всем добра. А желать добра, вы знаете, можно по-разному, можно очень по-разному, разные формы имеет. У человека постоянно приходится говорить аппендицит. Как возлюбить его? Ну, конечно, операцию надо делать, а не более утоляющие таблеточки давать, сказать, вот тебе хорошо, хорошо, ну, вот видишь как, вот тебе ещё таблеточку и на тот свет. Вы слышите? Агапи – это просто желание. Мы не должны иметь ненависти ни к кому, даже к врагу. А ещё почему не должны? Почему не должны? Оказывается, существует закон такого рода. Зло, существующее в душе, неважно, к кому и почему, зло именно является ничем иным, как раной, которую человек наносит сам себе. Злоба – это нож, который воззнает человек в своё сердце, ибо злоба в сердце. Поэтому люби врагов, не рань себя ты этой злобой. Люби в каком смысле? Не желай ему зла! Зла не желай! Поступи, если хочешь, по справедливости, ибо справедливость – это низшая планка нравственности. Слышите? Низшая! Самая низкая! Да, это уже нравственно – поступить по справедливости. Ну, поступи, когда это касается дела особенно общественной жизни. Тут необходимо совершенно. Но не желай зла никому, ибо желание зла наносит удар по твоему собственному сердцу. Это же... Это вот знание этого очень-очень важно. Ну, всегда приходится там приводить пример. Кого-то человек ненавидит, а ему и море по колено тому, а этот весь содрогается от ярости. Кто страдает? Ты ненавидишь! Ты страдаешь! И что, тебе это нравится? Врачи говорят, не расстраивайтесь, не возмущайтесь, а то у вас может быть инфаркт, у вас может быть инсульт, у вас давление повышается. А как это можно? Слышите? Даже в плане чисто вот жизни, обычной, органической жизни, и то, оказывается, как вредно ненавидеть кого-нибудь. Кому вредно? Мне. Мне. Ты хочешь себе зла? Ну, ненавидь, пожалуйста! Хочешь себе зла? Ну, завидуй, зельней, как лист берёзовый. И что ты от этого получаешь? Закон-то, какие интересные! Оказывается, оказывается, что в душе человеческой происходит вот то, что является самым важным для человека. Человек может... Человек наказывает себя. Не Бог наказывает меня, когда я завидую. Не Бог, а я... Не Бог наказывает меня, когда я лукавлю, лицемерю, обманываю, лгу и так далее. Когда я гордо смотрю на всех с высоты, когда я тщеславлюсь и так далее. Не Бог наказывает ни внешний закон, ни юридический закон, а человек наказывает себя сам, оказывается, центром жизни в человеке является Он Сам. И не приходится удивляться, когда Христа спросили о Царстве Божьем, Он сказал, Царство Божие внутри вас есть. То есть, Бог оказывается где? Внутри, а не на какой-то планете существует. Это не какое-то внешнее существо, которое смотрит на тебя и думает, чтобы тебя наградить или наказать. Это великий закон духовной жизни человека. Как важно знание его только понуждая себя всячески не давать свободы своей злобе, своей гордыне, своему эгоизму, только таким образом я, оказывается, могу уберечь себя от того зла, который я могу нанести себе. Уберечь себя! Вы знаете, в духовной жизни постоянно подчёркивается, что одним из основных положений её является то, о котором сказал Христос. Царство Божие приобретается усилием, усилием, и делающий усилие находит его. Каким усилием? Не захват же! Каким усилием? Вот борьбой со всем тем, что противоречит принципу любви. Ты желаешь зла, ты делаешь зло себе. Ты обманываешь человека, ты обманываешь себя. И так далее. Вот, оказывается, какие интересные следствия пресекают из вот этого положения. Так вот, я вам сказал, вот эта агапия, то есть, любовь, она распространяться должна на всех, без исключения, даже к врагам. А есть и другое. Есть другое греческое слово, оно звучит так – диафэсис. Это любовь редкая. Это любовь только к отдельным людям. Вот здесь эта любовь носит совершенно другой характер. Посмотрите, как влюблённые. речь вот не об этой любви, когда Христос говорит «любите всех», в том числе и врагов. Говорит только об агапии. Вы даже не должны желать зла никому. А диафэсис – это уже особая категория, которая не является заповедью. Это совсем другое. И это, если хотите, высшая ступень, которой никто не призывается специально. А как понять любить, как самого себя? Возлюбить ближнего, как самого себя? Ведь это же прямо сказано! И это действительно является своего рода утверждением, исходящим от самого Бога, а не от кого-нибудь же. Как можно любить себя? Что это значит? Эгоизм? Нет! Вещь-то достаточно, кажется, очевидная. Мы же не хотим, чтобы он нас осуждал кто-нибудь, что на нас клеветал кто-нибудь, чтобы рассказывал о наших ошибках каких-то, тем более о наших промахах, недостатках. Правда ж не хотим? Не хотим! Ну, так вот так и относись к другим людям. Не рассказывай о них. Слыхали? Как у него-то! Как она-то! Не хотим? Не делаем! Почему? Опять по той же причине! Опять по той же причине! Та же самая причина! Это закон духовный! Любое, любое дурное чувство, которое исходит из нашей души в отношении кого бы то ни было, оно ранит прежде всего самого человека! Нужно вот это... Это один из важнейших законов! Как бы это важно понять, что грех – это есть рана, которую мы наносим себе! И не надо согрешать против кого-нибудь! Против кого-нибудь согрешать – это значит ходить по острым гвоздям! Человек, ты хочешь по гвоздям идти? Нет! А зачем тогда так делаешь? Это равносильно! Тем более, а теперь всё равно! Теперь всё равно! наткнувшись на один гвоздь, он говорит, теперь всё равно могу идти дальше по гвоздям, да! Ну-ка, вы слыхали бы такого человека, такого умного, то бы, наткнувшись на один, на один побежал по всем гвоздям! Вот это очень важный закон нашей жизни! Поэтому, кто хочет себе блага, кто хочет душе своей, какого-то мира, кто хочет счастья, если хотите, не делай, не только не делай зла другому человеку, а не мысли по отношению к нему, не чувствуй, держи себя! Царство Божие, то есть, вот это величайшее благо, приобретается усилием, то есть, борьбой, а не просто так скатывается человеку! И, кстати, самое главное, что есть в человеке, это его что такое? Стремление! Это понуждение! Это борьба со всем тем грязным и низменным, что есть в его душе! Должен бороться, оказывается, с этим! Противостоять этому! И таким образом приобретается то величайшее благо, которое мы называем, если хотите, счастьем! Вы знаете, законов, я бы сказал, достаточно много, но вот ещё об одном, по крайней мере, хотя скажу, да, может быть, стоит сказать. Как-то Христос в одной из своих проповедей сказал, не заботьтесь о том, что есть, что пить, во что одеться. А заканчивает это своё слово, интересно! Но ищите, прежде всего, Царство Божие и правда Его, и это всё приложится вам! Интересно! Это что мы даже без... Как тунеядцы были, или кто, я не знаю, если не заботиться о том, что ни есть, ни пить, а стремиться к Царству Божию, к чему? Как бы попасть в рай? Вы знаете, можно примитивизировать всё, я не знаю, до бесконечности. О чём идёт речь? Речь вот об очень серьёзном вопросе, который, вот для нашего времени, мне кажется, приобретает особенное значение, приобретает особую остроту. идёт постоянная вот эта вот борьба в человеке, в человеке, как бы сказать, двух начал. Одно – начало совести, стремление к правде, ну, к истине, к любви. Ну, есть же это! И с другой стороны, другой стороны, это стремление к этим земным приобретениям, к земным наслаждениям, которые очень хорошо были выражены одним святым. Это назвал три страсти, которые действительно унижают человека. Это сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. И вот это вот идёт, это настолько сейчас сильно идёт компания, это когда всю суть человеческой жизни сводит именно вот к этому. Посмотрите, реклама, что творится! Только об этом идёт речь! Неважно, не считаются ни с какими ценностями, ни о какой совести идёт речь! Да! Деньги, а не совесть! Деньги, а не истина! Деньги, а не правда! Деньги, я вам скажу, а не религия! Деньги, а не вера! Это вообще, вы знаете, идёт страшное, страшное, ударное, чёрное, вот эта грязная идёт волна! Кстати, идёт... Запад уже давно погряз в этом! Да! И идёт на Россию! Я помню, как игумен Никон Воробьёв говорил, не дай бог, если Россия откроет границу с Западом! Нас захлестнут, захлестнут этой грязью! Грязью какой? Материализма! Грязью мистической всяких сект, всяких оккультных явлений и так далее! Действительно, посмотрите, открыли границу, и мы видим, действительно, что происходит! Продолжение следует...